ПАНДА ПЛЕЙ У нас тут импор отменяет санкции, поэтому будем сейчас пускать тех, кто жил, живет и будет жить в импоре. К нам сейчас придет начальник отдела. Нужно вымпел убрать со стены, чтобы на нас не наругались. Потому что, ну, наругается этот мужик и будет не очень хорошо. Быстрее давай, шагай, пожалуйста. Сегодня посетить начальник по Восточному Грештину. Ммм, ошибочность политики, въезд разрешен. И давай я поставлю «разыскивается». Я очень рад, что ты меня рад видеть. Количество полученных замечаний 10, не вздумай ухудшать. Обязательно прислушаюсь к твоему этому мнению. Придет знакомая, пропусти ее. Зовут Шайя Персовская. Посмотрим, как получится. У нее проблем быть не должно, ясно? Слава Арстоцким. Ну, героям, как говорится, слава. Вешаю рисунок своего сына. Не зря же он рисовал. И начинаем работать. Потому что время идет. Нужно работать. Ваши документы. Здравствуй, женщина. Цель поездки на ПМЖ. ПМЖ постоянно, въезд разрешен. Прическа КРЭ, 64 килограмма, 182 плюс-минус сантиметра. Женщина, Шинглтон. В. Аня Аурорская. Аврорская, короче. Аурорская. Аня. Женщина, Шинглтон. В. Ку. М. 1. Д. В. Ку. М. 1. Д. Ку. 0. Ц. В. 0. Все правильно. Анька, въезжай. Не, подожди. Въезжай, не въезжай. Мне нужно проверить, точно ли все правильно. А то же я тебе сейчас выдам, и все, и как? И потом отчитываюсь перед начальством. Как работать? Как, как работать здесь? Сплошное напряжение. Бля, я сейчас заново начну. Нет. Не начну заново. Вроде без косяка первого клиента пропустил. Значит, все будет хорошо. Привет, мой дружок. А давай мне яд. Халид и стом. Нужно Халиду и стому подсыпать яду. А яд подсыпается. На стрелочке нужно нажимать. Открыть порошок, не трогать. Короче, вот это нажимать не нужно. Нужно трогать вот сюда. И крепко прижать печатью. Мне так сказали, нужно было сделать. Просто я немножко накосячил. Ну бывает, совсем бывает. Блин, ну я просто не посмотрел. Написано было устранить. Ой, не допустить. Или что там такое? Какова ваша цель поездки? Мне дали здесь работу. 30 дней работы. Угу. Изобразительный искусство. Что-то ты не походишь на работника изобразительного искусства. Женщина, не в обиду тебе. 30 дней работы. Они не пойдут тебе на пользу. Ракошки, Романья. Рако... Ракойки, блядь. Назовут же ребенка. Блин, потом мучайся целую жизнь с этим совсем. Романья. Романья, самое главное, Романья. Совпадает и будет хорошо все. 31-12, 10-10, 84-е. 8-J-Q-23. 8-J-Q-23 в ЧАЛ. В ЧАЛ совпадает. Печать есть. Арбистан вроде как написан. Скал у них такая хренота есть. Это все совпадает. 53-53. Рост плюс-минус такой же. А вот тут печати нет. По-моему, на квадратных тут тоже можно печать не ставить. Разрешение на работу. Да, квадратные без печати может быть. Без этого, без МТ. И, в принципе, Романья, Ракошки, Ракушки похожи. Прическа Рэ, внешние данные. Так, давай еще раз проверю. А-ра-мо-ну-а. Роману-а. Ра-ко-зи. Ра-ко-зи. Роману-а. Ну, в принципе, все верно. Так что давай-ка меня не подводи. Не подставляй меня, давай. Ра-ко-зи. 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 Сейчас все остальные документы отберу и будешь потом сидеть вообще без них. Счастливого пути. Должное имя не буду смотреть, паспорт не дала и все. До свидания. Блядь, не указал до... Ой, ну что ж такое-то. Цель поездки, пишу большой репортаж. А, ты мне сейчас дашь этот. Ага, понятно. Да, на работу-то у тебя есть разрешение? Или же ты просто ко мне пришла и типа сказала, что ты... Ты, репортер, и можешь идти с этим журналистским... Журналистской карточкой. До свидания. Отказ, отказ. Счастливого пути. Эта карта ничего не дает. Фашист. Я не фашист, я работник сферы, так сказать, не услуг, конечно, но... Работа с клиентами, я тебя не пропускаю, потому что у меня такие правила. Цель поездки в гости. На пару дней? На пару дней и в гости. Ой. А, нет, не преступник, там женщина. На пару дней и в гости. Ну-кася. Ты сказал в гости, а тут написано транзит. Да вот она же. Вы неправильно назвали цель поездки. Да, конечно, я тут транзитом. Ну, конечно же, когда тебя прижмут, так и сразу сознаемся. 88-170. Рост совпадает, вес совпадает. Немножко проседает и как-то прям... Неправильно. Это республия. День рождения. День рождения. Грустный праздник. Рубен. Рубен. Мо-я-е... Мо-я-ерд. Капец. Назовут же, я говорю же. Назовут, потом мучаешься. Паспорт действительный. Въезд действительный. Плау вот это вот действительно. БП-6КЛ действительно. В целом у него все вроде правильно. В республии Бостан есть или нет? Давай посмотрим и... И впущу я его. Республии Бостан. Бостан есть, Бостан есть. Все правильно. Вот и хорошо. Счастливого тебе пути. Вроде как все верно. То есть за остальное сказать не могу. Мне кажется, что у меня что-то не так. Нет, все так. Привет. Привет. В гости на пару месяцев. Ты выглядишь совсем худо, дружище. Сейчас будешь отпечатки мне сдавать. Годы меня не пощадили. Но это я не могу не согласиться с тобой. Реально выглядишь как... Плохо выглядишь. О-о-о. О-о-о. Мне кажется, ты сейчас уедешь. Далеко надалд за подделку документов. Что ведь происходит? Ты сам кого-то не понимаешь. Ну, пришел с документами поддельными. Хочешь, чтобы все было хорошо? Нет. Так не работает. Хотел сказать, что это преступник, но это не преступник. А в гости это все. В гости и на 60 дней. На два месяца, да, в гости. Халитыстом. Опачки. Опачки. У него все должно быть хорошо. Но недолго. Так. Так. Открыть. Так. Разрешу тебе, пожалуй. О-па. Хорошо пошла. Закрыть. Перевернуть. И отложить. Пусть лежит где-нибудь там. Держи тебе паспорт. Держи тебе документы все твои. Счастливого тебе пути. Когда-нибудь ты умрешь. Ваши документы, цель поездки. Чего? Уже загнулся. Прямо сейчас? А кровь у него откуда? Он харакири сделал, да? Не может же быть крови. Хотя. Он же просто паспорт потрогал. В конце концов. Он что, паспорт облизывает? Ты-то куда идешь? Сейчас тоже сдохнешь. Хотя вряд ли. Хотя. Не должен. С чего он вдруг умрет? Это же глупости. Че остановился? Иди давай. Ну, кто-нибудь еще к нему подойдите. Тоже. Может быть. Может быть с ним что-то случилось. Давайте потрогаем его. Че вы все поздыхали-то? Рабочий день прерван из-за пограничного интегида. Сын болеет. Нужно лекарство. Привела небольшая посылка. Премия за задержание. И дар ежиков. Ежики дали мне дар. Болеет сын. Вылечить. Голодает теща, жена и дядя. Покормить. Отопление не обязательно. Так что, так что, так что. Пойдем спать. Да, представьте, какая жизнь. Арстоцка приняла разоблачителя из антегрии. Соседи могут рассердиться. Это неизвестные ядпострадавшие. А, есть пострадавшие. Ну и хорошо. 13 декабря. Арстоцка так начала. Начата специальная программа приема политических беженцев. Претендующие на убежище должны иметь при себе действительную справку о праве на убежище. Въезжающие по такой справке не обязаны предоставлять ни разрешение на въезд, ни описание внешних данных. По справке, короче, без внешних данных и без разрешения на въезд. Просто должен дать мне паспорт и бумажку о том, что... Действительную бумажку о том, что он беженец. Право на убежище. Вот этих вот дурачков ищем. Следующий кричит заведующий. Заходи, женщина. Ваши документы... Выглядит, что не очень. Пригласили в гости. На 8 недель, 2 месяца в гости. Все правильно, только въезд у тебя... Ой, разрешение на въезд у тебя неверное. До свидули. Ну, вопрос. У меня не получилось приехать раньше. Ну и до свидания, значит, что я тебе могу еще сказать. Глупенькая, что ли, ну. Взрослый человек, должна... Маленькая голова, особенность. Должна понимать, что нельзя без документов или с просроченными документами куда-либо обращаться. У тебя должна быть временная справка хотя бы, чтобы мы тебя могли как-то... Чего? А, беженец. Действительная справка. Да, действительно справка. Отпечатки. Она... А! 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 Совпадают. Ээээ... Морис мало. Морис мало. ТСПТРПП. Это все не нужно. А! Тут есть номер паспорта даже. 7ПХТС. 7ПХТС. С9Р6М. С9Р6М. Мало. Морис. Антегрия. Антегрия. День рождения. 23.02. Совпадает. 170 рост. Да, 170 рост. 65 килограмм вес. Все правильно. Все совпадает. Действительно. И все. До свидания. Подожди, пофоткать похоже? Похоже. Ладно. До свидания. Спасибо, пожалуйста. Надеюсь, здесь дела обстоят получше. Вряд ли. Ты на это не надейся, даже потому что это все враги. Здравствуйте, мужчина. На ваши документики. Ой. Ну, а, я думал, ты преступник. Мне тут политическое убежище. Мне кажется, что ты врешь, потому что у тебя почти рассроченное удостоверение. Это право на убежище. Мне кажется, что он врет. Хотя, какой ему смысл врать, если здесь у всех отпечатки спрашивают. Блин. 86 килограмм. Рост 176. Ну, в целом, да, так оно где-то и есть. Кристофер Пайсон. Пайсон. Користофер. День рождения. 6. Ага. Користа. Доу. Да, доу. Работает. Вот так, ага. Х7ВБ9. Свару. Свару. Да, хорошо. До свидули. А, користа есть? Користа вроде да, вроде была. Это было просто. Это было не просто, это было сложно. Я тебя, блядь, замучился проверять. Это что такое? Ошибка пол. Блядь, да какая ошибка пол? У меня мошка летает. Сейчас укусит меня за руку и всё. Поставьте красную печать. Я серьёзно. Мне в импере предложили работу получше. Красную печать, я смогу разорвать договор в Арстоцке. Дам вам 10 кредитов. А не преступник ли ты часом? Бляхай, муха, как ты мне много всего дал. Я не буду тебе давать красную печать. Зачем я тебе буду давать красную печать? Поедешь обратно. Сиан буровш... Бурош... Бурошки. Бурошки, бурошки. Бурошки Сиан. Действительно, действительно. ВГНРЕ. ВНВ... 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 Палец, волос тёмный, 70 килограмм. 161 см. Ну, по росту, конечно, он не прям сильно подходит, конечно, но... Но, вроде, совпадает. Промышленность... Так, печать все стоит. Блин. Я ему поставлю зелёную печать, потому что вроде как всё правильно. Я знаю, вы тут целый день всем отказываете. Почему не мне? Я чё-нибудь придумаю. Ну, придумай, бляха, муха, зачем... Ваши документы. Привет, Колобок. В гости, говорит, я еду. Продолжительность визита у него будет несколько месяцев. А несколько это сколько? Александр Крефт. Крефт. Западный Грештин. Грештин западный в калечии. Ну, пусть будет так. 99 килограмм совпадает. 174... Совпадает. Лысина. 20.02. Так, это так. Совпадает. 1, F, H, 5, A, H, C, B, V, V, V. Совпадает. Даже не знаю, к чему придраться. Вроде как всё верно. Вроде как всё правильно, но мне кажется, что что-то здесь не так. Печать стоит, печать стоит. Калечие. Может, давай калечию посмотрим? Карта регионов. Калечие. Чё там есть? Запгрештин. Запгрештин есть даже. Ёлки-палки. К чему придраться, не знаю. Ладно. Пол мужской, вроде всё верно. До свидули. Подвох один. Постоянно чувствую подвох. Где-то подвох наверняка-то есть. Я сейчас только расслаблюсь, и мне сразу же прилетит. У меня только паспорт, но вы меня послушайте. Послушаю. Времени очень мало. Я должен сегодня въехать. Я вернусь через три дня со всеми бумагами. Чтобы вы не сомневались, я оставлю вам очень важную вещь. Это семейная реликвия. И на кой они мне нужны? Программа решила сказать мне, что не нужно тебе ничего записывать. Всё будет хорошо. Не удалось, говорит, инициализировать кодек. Я ей говорю, спасибо тебе большое. Я думал, она вообще ничего не записала, но записалась. Слава тебе, Господи, ничего не удалилось. Ай. Хорошо, игра хоть не вылетела. Блин, я тут уже, типа, самая, как бы, тыры-пыры-восемь дыры. Ну, давай вообще, в принципе, возьмём часики-то. Не вернётся, продадим кому-нибудь. Почему нет? Ну, типа, заезжай. Сейчас пизделей, правда, получу, небось, от начальства, от своего. И будет нехорошо. Вернусь через пару дней, чтобы забрать часы. Хорошо. Да, пизделей получил. Последнее замечание без штрафа. Ваши документы, цель поездки. В гости... Несколько месяцев. В гости несколько месяцев. Хорошо. Пара-па-па-пам. Так, это... По срокам я проверяю сразу же. Всё совпадает. Волосы короткие, 56 килограмм совпадает. 159 вроде тоже похоже. Илья... Не понял, почему ты... А, Элиза. А тут Илья написан. Почему это Илья? Ну-ка, давай. Имена не совпадают. У меня имя недавно изменилось. Отпечатки вряд ли у тебя недавно изменились. Так что давай-ка мне отпечатывай. Отпечатывай. Ну вот, теперь я по уши в чернилах. Но... Только в чернилах. Благодаря твоему везению. М925H. Один джац. Один джац. Совпадает. Три месяца. Илья Качапара-пам. Ага. Угу. Угу. Калечие. Юрко. Ладно. Вроде похоже на правду. Разрешить. Счастливого пути. Успел до шести принять? Успел. Ваши документики. Здравствуйте. Здравствуйте, Артур Меролев. Это что такое-то? Что происходит-то? Ну? Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Вашу сестру арестовали. Ее дочери негде жить. Доступна квартира шестого класса. Квартира 40. Отопление 5. Сейчас отопление 10. Там отопление будет дешевле. Но квартира будет 40. Блин. Где-то экономлю. Где-то больше трачу. В итоге все равно больше трачу. Еще и сотки нет все равно. Племянницу приютить надо. Не, все, все, никто не голодает, поэтому голод, голод не тет, как говорится, в лес не убежит. Хотя это про волка и про работу. Ну, а где нахуя? Какая разница? Можно не кормить своих этих всяких родственничков, потому что, ну их нахер. Можно отопление включить, да? И приютить племянницу. Ну, потому что, ну, блин. Всякое случается. Правильно? Правильно. Пойти спать. Дерзкая мотоциклетная атака в Грештине. Экстремисты наглеют. Грештин влечет их, как магнит. Антигрянский развлечитель прибыл и исчез. Интересно все это. Интересно очень. Главное, чтобы приперся этот... Дружок мой, который мне ключи отдал. На этом пункте стрельбы больше, чем на войне. Я в калечии пять лет воевал. Если ты думаешь, что в Арстотске плохо, это ты в калечии не был. Там в десять раз хуже. Можно понять, чего они сюда ломятся. В общем, ты отлично справляешься. Так и продолжай. Да я, в принципе, без тебя как-то знаю это все. Давай-ка ты будешь просто свою работу выполнять и шепты лесом, так сказать. Короче... Ой, зачем я это открыл? Новостей там никаких? Нет, слушай, новостей сегодня никаких. Интересно. Следующий. Здравствуй, мужик. Цель поездки дипломатический представитель. Дип статус. Джошуа Блэк... Блэк Велдер. Блэк Велдер. Джошуа. Номер, паспорт у тебя не совпадает. Номера не совпадают. Проверьте еще раз. Арест. С такими разговор короткий. Вы-то что там плететесь еле-еле? Давайте быстрее. Может он с пистолетом пришел ко мне. Ну, убил бы сейчас меня, а вы там идете еле-еле. Ой, ребятки, ой, ребятки. Ваши документы. М-м-м... Спорт. Мне дали здесь работу. Вроде не преступник. Пару месяцев на работе. Пару месяцев работы. Пару месяцев работы совпадает. Номер паспорта. Хорошо. Арлан Кларк. Совпадает. Печать есть. Мужчина. М-м-м-м. Действительный дист... Не действительный номер па... Ой, это дата паспорта. Истек паспорт у тебя. Срок действия документа истек. Даже не знаю, что сказать. Скажи, как знаешь. Если что, знаешь, что хочешь, скажи. До свидания. Остальные документы я даже не стану проверять. Пролетаешь ты с работы. Ничего, ничего не могу тебе сказать больше. Ой. На монголу похож. Приет от Сноу я, помнишь меня? Хас и Флиппи. Артстигры вперед. Хоть нет. Я рассказал все твоему тренеру, но он очень расстроился. Сказал, что если я не верну вымпел, я в автобусе больше что-то не сяду. Там все места хорошие, посередине лучше всех. Так, так мне вымпел очень нужен. Че скажешь? Че это такое? Десяточка. А десяточка это мало. Это мало десяточка. И мне, по-моему, сказали, чтобы я его не это... Арстоцкие дьяволы. Он неправильно назвал даже... Как ее называют? А как это сказать, что он неправильно назвал Арстоцкие дьяволы? А никак, наверное, да? Не, а давайте я не хочу. Пусть висит. А, я хотел на стену повесить, ну ладно. Дружище, к сожалению, к моему глубочайшему 85-179 совпадает. Я тебя нихера не верну. ДР, ДР... ДР совпадает. У тебя все вроде хорошо, но, блин, все очень не очень хорошо. Вроде не преступник, но, блин, я тебе разрешаю. Въезжай, конечно. Вроде как тут больше ничего не нужно. Нет вымпела. Вымпел теперь мой. Ну ничего себе. Ну ты и тварь. Покраничники меня, может, и не убьют, а вот тренер точно. Он очень хорошо поступил, это факт. Он хотел своровать вымпел, я так понимаю, да? Ваши документы. Здравствуйте, женщина. Навсегда. На ПМЖ женщина переезжает. Это очень хорошо. Паспорт действительный. Разрешение на въезд действительное. А вот это вот, недействительное. Женщина, у вас неправильный документ. Срок действия документа истек. У него не получилось приехать раньше. Но я ничего не могу тебе сказать. Пожелать могу лишь только удачи. И отправить тебя подальше отсюда, чтобы ты мне не мешала работать. Следующий. Полдень, а уже пятый человек. Или шестой даже. Ваши документики. Не преступник. Пригласили международные переговоры. Визерс Саймон. НДЖКВЛ. НДЖКВЛ. Д5Б4.2. Арстотска Оф Республия. Въезд разрешен. Калечие. Ага, угу, ага. Все правильно. Такс. Женщина вроде даже похожая. Женщина вроде как бы. Вроде как бы. Ну ладно, заезжай. Ой, заезжай, конечно. Смотри меня не подставляй. Если мне сейчас штраф выпишут, я тебе ее сомой. Ух, бляха-муха. Какой маленький. А, это Жоржик. Привет, Жоржик. Фью. Трудно было, мне повезло. Охранник пропустил. Он просит много, но вообще понимает. Так, че у тебя тут? Жоржик Оставо. Жоржик Оставо. Документы вроде все совпадают. ФМ-бар ГЦД-7 Жоржи. Так, печать стоит. Арбистан Скал. Блин, я тут лучше проверю на всякий случай, потому что он меня обманывать может только в путь. Скал, да, Скал есть. Все хорошо. Так, это что у нас с тобой? Усы. Усов-то у него нет или есть? 62. Опять, елки-палки, ты контрабандистом заделался. Ну что ж тебе все не имется? Тут прям тайна, это точно. Такой ты дружок. Может тут секса много? Причем здесь секс? Отчете мне расскажи. Дети смотрят. Какой секс вообще? Ай-яй-яй-яй-яй, Жоржа Костава, что ты себе позволяешь? Никакой же контрабанды, было сказано много-много-много раз тебе. Наркотики? Хорошие, сразу видно, да? Стой, я тебе дам 10 кредитов за правильный штампик. Подумай о семье. Они на эти кредиты смогут купить много всего хорошенького. За какие-то маленькие невредные наркотики. На эти деньги я даже переехать не смогу, дружище. О, господи, опять у охранника снова будет день хороший. Я боюсь, я и так не смогу. Я ведь продал что-то там. Жоржик, правильное лево. Ну ты вообще, ты бессмертный, бесстрашный мужик. Ваши документы. Республия. Я беженец. Если ты беженец, ты большой молодец, конечно, что ты беженец. Давай, отпечатай мне ручки свои. Пальчики, мне нужны пальчики. Слушай, ну пох... Хотя нет, не похоже ни черта. Хотя похоже. На, держи на память. Действия до первого двенадцати... Бляха, муха. Не совпадение. Извини. Тут ничего нельзя было сделать. Можно было просто приехать чуть раньше. Следующий. Здрасте, приличный какой человек, смотри. Не выглядит как преступник, конечно. Транзитом два дня. Зрение норм, блядь. Часы я тебе не продам. Транзит два дня, совпад... Он точно не вернется. Давай-ка я тебя от них избавлю. Десять кредитов заплачу. Еще один десять кредитов предлагает. Не нужны мне ваши деньги. Каулинский. Каулинский. Каевик. Каевинг. Каевинг. Так, совпадает. Третья. Ноль первый. Двосемь. Так, ага. Так, все совпадает. Это зрение норм. Девяносто килограмм. Печать стоит. Номер паспорта вроде тоже... Фу ты, елки-палки. Действительный. У меня здесь летает мошка. Я ее сейчас убью. Потому что она меня заколебала, эта мошка. Она меня тяпнула уже, представляешь? Я не знаю, ты говорил тебе я про мошку или нет. Она мне кажется говорил. Она здесь летает уже полдня. И мешает мне жить. Так. В целом, все правильно. Все действительно. Проходи. Это было просто. Хотя, может, и неправильно. Что-то, может, я даже где-то глядел. Здорово. Ваши документы. Какова цель поездки? Просто транзитом. А где разрешение на въезд? Потерялось. Ну, значит, до свидания. Если оно потерялось. Как бы вопросов здесь даже больше быть не может. Раз оно у тебя потеряло. Следующий. А че такое-то? 22-й день. Окончен. Сын болеет, нужно лекарство. Ваша племянница привезла с собой сбережение своей матери. Блин, ну... Я же говорю, надо брать племянницу. Она мне больше денег дала. Получается, я потратил это гораздо меньше на нее, чем получил. Болеет и голодает. Короче, нужно сына вылечить и голодать. Отопление можно выключить. Да. Покормить и вылечить сына. Самое главное. Пойти спать. Новая вспышка полимелита в ОФ. Отдельный случай или все серьезнее? Мне кажется, что все-таки отдельный случай. И не стоит так над этим заморачиваться. 15 декабря 82-го года. Вы занимаете важный пост и наделены широкими полномочиями. Безукоризненно соблюдаете все правила слова Арстотска. Естественно, я этим и занимаюсь уже на протяжении хрен знает сколько их дней. 23 дня уже, если быть точно. 23-й день, точнее. За часами-то кто-нибудь придет когда-нибудь или нет сегодня? Ваш документики. Здравствуйте. Жозеф Самборский. Мне дали здесь работу. Молодец, что ты дали здесь работу. На преступника не похож. На три месяца по работе. Три месяца по работе. Где тут написано? Чек 5В. Чек 5В. 0,1 КУВР. 0,1 КУВР. Так, совпадает. Вроде как бы здесь Жозеф Самборский совпадает. Вроде как здесь все верно. Так, высокий лоб. Ну, высокий достаточно. Если учитывая, что у него лысина огромная, конечно, совпадает. 169 рост. Рост. 169 вроде как бы, да. Геодезия, Жозеф. Так, вот здесь вот на квадратной печати может не быть. И здесь тоже на квадратной печати может не быть. Самборский. 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 Блин, слушай, у тебя больно все очень хорошо. Может тебя просто так не пустить? Просто, чтобы для статистики. А то как-то очень все хорошо. СТ-Глориан. Подожди. Вот нужно проверить. Карта регионов и в республию зайти. СТ-Глориан. Слушай, бля. Эхо-Муха, все правильно? Дружище, да ты счастливчик. Такое количество документов и все правильно. Следующий. Я на пол не посмотрел опять. Вот у меня все время вот это вот. Ваши документы. Здрасте. Ежики, ежики. Прочесть срочно вернуть по-сыльному. С Холлиэд разобрались. Прибывает другой киллер. Он в красном. У него есть списки. Всех агентов и ежиков. Рисковать нельзя. Сегодня вы должны его убить. Мы все организуем. Если все получится, но вас поймают, вам придется пожертвовать собой ради Арстоцки. Семье все будет в порядке. Да не хочу. Или все... Вот оно в красном-то стоит. Смотри, в очереди. Его убить нужно? Бляха-Муха, я даже не знаю, стоит его убивать или нет. Стреляйте на поражение. Серебряный ключ. Давай попробуем, конечно, убить. Ваши документы. Цель поездки в гости это все. На пару недель не больше. В гости на пару недель. Альма-Эмиле. Емилие-Альма. Вроде все правильно. Вроде все совпадает. Это РВ-9МЦ, РВ-9МЦ, СЭКУ-ХЦС совпадает. Внешние данные действительные. Разрешение на вес действительное. Паспорт действительный. Женский пол, Глорионом выдан. Длинные волосы 49-167. Бляха-Муха, только по росту, разве что не совпадает, может быть. Но вроде даже тут совпадает, поэтому вперед из песни женщина. Это было просто. А не по работе на себя приехал? Нет? Чужое фото? В смысле чужое фото? Там, блядь, похожая тетка-то была. Какова цель поездки? В гости это все. Вот опять в гости это все. И я вот... На один месяц в гости. Ладненько, давай посмотрим. Месяц в гости. Западный Грештин, Калечия, Дутуровска, Ирма. Ирма Дутуровска. 58 килограмм, 178 рост. Действительно, действительно, действительно. Печати нет, она тут и не должна... Ну, не печати, а прописи именно не должна быть. Пропись это, поэтому я сразу смотрю, чтобы потом не думать об этом. Фотка, блин, вот похожа, в принципе, но... Правильно все, правильно. До свидания. Привет, мужчина. Какователь поездки. Я беженец. Раз ты беженец, давай-ка мне отпечаточки. Мужик в очередь за мной только взял... А, он у меня опять хочет купить часы. Да пошел ты в жопу. Совпадают данные. Не продам я тебе никакие часы. Это часы того мужчины. Эстиван Бриуки. Эстиван Бриуки. Эстиван, точнее. Эстиван Бриуки. Республия. ХЦН... ХЦАш 5С. ХЦАш... ХЦАш 5С. ФГР 3Аш. 0-3, 0-4... Мгм... Значит, сейчас должен прийти мужик, который возьмет у меня эти часы. Ваши документы. Я снова пришел, как обещал. Теперь у меня все в бумагах. Мои часы у вас? На. Какие же они классные. Вот. Теперь только батарейку найти. Эй, тут царапина. Верни деньги. На. Царапина тут уже была? На. А зачем я его арестовывать буду? За что? Подожди. Ммм... Даник. Лорун. 5ХЦ... Ой, ПХЦЦ. И... Ага, все совпадает. В гости... А подожди, а причина твоя где? Причина-то в гости на 3 месяца или что? Короткая стрижка, 85 килограмм, 175 рост. Все вроде совпадает, все вроде... Ты большой молодец, конечно. Но за что от тебя хотят Лис Ренадий? Подожди, Лис Ренадий есть такая вообще? Нет? В республике Лис Ренадий есть. За что от тебя хотят арестовать? Но я этого делать не буду, потому что... Лампочка моргнула зачем-то. Спасибо. Начинаю думать, что может не все ворсовские подонки. А монет к ней зачем вот это? А, это типа как достижение, что ли? Следующий. Привет, тетенька. Килограмма, 172 роста. Да? Да, печать стоит. Нет претензий к тебе. Слушай, у тебя очень все хорошо. На, держи. Было просто. Следующий. Работа. Продолжительность визита. На 90 дней. По работе на 3 месяца, в общем, да? Я понял. Хорош. Че такое-то? Транквилизатор. Я транквилизатором стрельнул, чтобы не убить. В смысле нападение виновного? Я штанквилизатором стрельнул. И тем более под шумок. Никто не видел, никто не заметил даже. Ну. Далее. Вы приговорены к каторжным работам. Члены вашей семьи подвергнут допросу, чтобы выяснить степень их причастности. Вам на замену прислан новый инспектор. Пропускной пункт продолжит работать под его началом. Слава Арстоцке. Вот на такой вот ноте мы с тобой заканчиваем сегодня... Блядь. Из щели по двери камеры появляется записка. Инспектор, ваша семья в безопасности. Объект пришел в себя в больнице. Новый инспектор отказывается от сотрудничества. Деятельность ежик приостановлена. Мы больше не можем оказывать вам поддержку. Ежик снова уходит в подполье. Вашу семью вызовут в Арбистан. А, вывезут в Арбистан. Удачи. Короче, ежик в подполье. Так и назовем с тобой серию. Замечание 20 из 220. То бишь, в принципе-то... Очень много. 1%. Нет, тоже какой 1%. 10% замечаний. Короче, очень плохо я работаю. Печати проставлены 180. Финал 10 из 20. То есть здесь 20 концовок. Еще ешкин кот. Короче, следующую концовку мы с тобой переиграем. Ну не следующую концовку, а в смысле трогать никого не будем. В следующей серии. И посмотрим, что будет дальше. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Обязательно увидимся с тобой в следующей серии. В других игрушках и на стримы. Заходить тоже почаще обязательно. И всем пока.